Самуил Нахманович Багарат За образцовое выполнение боевых заданий, личное мужество и героизм, проявленные в боях, удостоен звания Герой Советского Союза. В 2019 году в нашей школе открылась музейная комната, которая увековечивает память морских героев Беларуси. О продолжении увековечивания памяти морских героев 28 июня, на день военно-морского флота, была открыта аллея, которая увековечивает память морских героев Витебщины. Самуил Багарат, наш земляк, родился в городе Витебске, был командиром подводной лодки Ща-310, капитаном третьего ранга. За огромное количество боев, в которые он проявил героизм, смелость и отвагу, был удостоен звания Героя Советского Союза. Мы с вами находимся в музейной комнате «Морская слава Беларуси», одна из экспозиций которой посвящена морякам, Героям Советского Союза, уроженцам Беларуси. Всего 27 уроженцев Беларуси, служивших на военном морском флоте, удостоены этого высокого звания. Среди них 12 уроженцев Витебщины. Один из героев Советского Союза – наш земляк Самуил Нахманович Багарат, который родился в Витебске 17 августа 1907 года. Свою первую рабочую профессию литейщик он получил в Витебском профессионально-техническом училище металлистов имени Михаила Ивановича Калинина. Свою трудовую деятельность начинал на одном из танкостроительных заводов города Витебска. Как многие молодые люди того времени, он был неисправимым романтиком и мечтал о море. Чтобы осуществить свою мечту, он поехал в Ленинград, где поступил в ленинградский морской технику, по окончании которого служил на торговых судах балтийского пароходства. На военную службу Самуил Нахманович был призван в 1940 году и направлен на курсы командного состава подводных лодок. Окончил он их в 1941 году и был назначен помощником командира подводной лодки Д-2 «Народоволец», которая в то время стояла в ремонте. В первый свой боевой поход на «Народовольце» Самуил Нахманович вышел в октябре 1941 года. Выйти в боевой поход было очень непростой задачей. Балтийский флот был практически блокирован в Финском заливе. Фашисты нашпиговали Балтийское море огромным количеством плавучих мин. Моряки называли Балтийское море «супсклёцками». Тем не менее, «Народоволец» смог прорваться, хотя ему пришлось очень трудно, потому что, пытаясь преодолеть противолодочные заграждения, лодка попала в стальные сети. Освобождение от стальных сетей противолодочных было сопряжено с огромным риском, поэтому лодка ночью всплывала, чтобы зарядить аккумуляторные батареи кислородом. А утром погружалась на дно, и подводники выходили через торпедные аппараты для того, чтобы освободить винты подводной лодки. Нужно было обладать огромным мужеством, волей и настойчивостью. Ну, Санил Нахманович в тот момент был только помощником командира на этой лодке и лично возглавлял работы по освобождению подводной лодки из сетей, в которые она попала. Но они всё-таки вышли в открытое море и потопили вражеский танкер. И с победой вернулись на базу. В сентябре 1944 года Багарад был назначен командиром подводной лодки Ща-310, или, как моряки её называли, командиром неуловимой щуки. За период с сентября 1944 по апрель 1945 года подводная лодка Ща-310 под командованием Самуила Нахмановича Багарада совершила три боевых выхода, проведя в море более ста суток, потопив восемь транспортов противника и один сторожевой корабль. За эти подвиги лодка была награждена орденом Красного Знамени, а сам командир 8 июля 1945 года был удостоен звания Герой Советского Союза. Герой Советского Союза все эти выходы были сопряжены с большим риском, и нужно было быть очень грамотным командиром, находчивым, смелым и умелым, уметь принимать правильные решения в считанные минуты, когда от того, правильное решение принято или нет, зависит жизнь экипажа подводной лодки. Потому что недаром среди подводников говорят, что на подводной лодке или все остаются живы, или все погибают. В боевой биографии Самуила Нахмановича Багарада есть интересный эпизод. Однажды, неся боевую службу, подводная лодка Ща-310 обнаружила танкер противника. Когда можно было одним выстрелом торпеды уничтожить вот этот корабль противника. Но Багарад, узнав о том, что корабль не вооружен, и на нем находятся гражданские лица, не захотел погубить этих людей. Он отдал команду гражданским лицам и команде на шлюпках спуститься на берег, а командиру танкера подняться на борт подводной лодки, принеся с собой документацию. Убедившись в том, что живых людей на танкере не осталось, Багарад отдает команду ПЛИ. Через некоторое время он отпустил и командира этого танкера, оставив на борту подводной лодки Ща-310 в качестве трофея вахтенный журнал и бинокль. На это мог решиться только человек, который может принять свое самостоятельное волевое решение, не боясь того, что за это поголовки не погладят. Потому что времена были такие, что за малейшее нарушение боевого приказа можно было попасть и под трибунал, и все что угодно. Но Самуил Нахманович в этой ситуации поступил как настоящий человек, для которого жизнь гражданских людей, наверное, превыше всего. Ну, наверное, все-таки в перископ он увидел, что вооружения на корабле нет, потому что артиллерию там или пулеметы особо-то не спрячешь. Все это видно на верхней палубе. И принял вот такое вот неоднозначное решение. Ну, это говорит о многом. Это говорит о мужестве человека и умении принимать неоднозначные решения. Эта история имеет интересное продолжение. Уже когда после войны Багарат служил на торговом судне Балтийского пароходства, произошла случайная встреча Багарата с лоцманом, который оказался командиром того самого танкера, жизнь которому спас Багарат. Они узнали друг друга и встретились не как враги, а как добрые приятели. Вот этот поступок Самуила Нахмановича Багарата – пример благородства советского офицера военно-морского флота. Ну, после Великой Отечественной войны Самуил Нахманович служил на различных командных должностях на Балтийском флоте до 60-го года. В 60-м году был уволен с военной службы по достижению предельного возраста пребывания на военной службе. Ну и перешел на работу в Балтийское пароходство. Умер в 1996 году и похоронен на гарнизонном кладбище в городе Рига. Память о Самуиле Нахмановиче у нас в городе Витебске увековечено не только вот в этом музее, но в 2012 году на День моряка-подводника есть такой праздник у моряков, который отмечается 19 марта. Существует такая общественная организация «Морское братство Нерушима». И этой организацией совместно с Союзом офицеров, Союзом военных моряков Витебщины была проведена акция «Родина помнит». Из России в дар витебчанам была привезена мемориальная доска, посвященная Самуилу Нахмановичу Богороду. Вот эта мемориальная доска была установлена на здании бывшей морской школы ДЭСАФ в городе Витебске. Это на Средней набережной. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжение следует...